Ну что, сегодня все будут пьяные и беззаботные, поэтому время поговорить о нормах морали для футбольных болельщиц. Это вроде подкаст, пожалуй, лучшая рубрика для того, чтобы мыть посуду. Возможно, я не первый человек, который вам это говорит, но в России проходит чемпионат мира по футболу. Не знаю насчет других городов, но в Москве стало чище, от метро Домодедовская прогнали этих противных таксистов, и теоретически в подземке даже можно попить пивка, если одеться в форму какой-нибудь другой сборной. На прошлой неделе я ехал в метро на открытый микрофон, и прямо на моих глазах какой-то дед сошел с ума. Это был такой милый мужчина в возрасте из тех, кто носит очень низкие шорты и очень высокие носки. Это как будто человек, который вот-вот изобретет штаны. Потом этот мужчина неожиданно стал петь «Катюшу», и никто не удивился, потому что патриотизм пока еще не относит к психическим заболеваниям. Но потом он стал рассказывать анекдоты. Причем то, что это именно анекдоты, было понятно только по ритму фраз и по интонациям, потому что он говорил на каком-то своем выдуманном языке. Анекдоты были очевидно смешными, потому что деда после каждого панчлайна просто разрывало. И это тот момент, когда все поняли, что с дедом что-то не то и приуныли. Но напротив него ехали аргентинцы, а аргентинцев в Москве легко распознать по аргентинскому флагу, надетому на голое тело. Так вот, аргентинцам дедушка понравился, потому что для них нет разницы между русским языком и каким-то личным языком конкретного деда. И им просто показалось, что это какой-то веселый русский балагур. И они между собой переговаривались, мол, ну вот и русские бывают веселые. А нам почему-то важно, что о нас думают другие. И когда только приехали первые иностранцы, весь интернет наводнился сообщениями о том, что «Вот эти перуанцы такие веселые и улыбчивые, а мы, русские, такие грустные и зажатые. Фу-фу-фу». Не то чтобы я оправдываю русских, но иностранцы здесь в отпуске. Они приехали болеть за любимую команду, страна оказалась неожиданно цивилизованной, в метро транслируют футбол, возможно, кто-то в жару попробовал окрошку. Для 99,9% русских не поменялось ничего. Их чемпионат мира коснулся только тем, что в Магните появилась колбаса в форме футбольного мяча. И как-то странно их обвинять в том, что они думают про работу и ипотеку, а не едут кайфовать на Никольскую. Хотя на Никольской можно было бы забыть обо всех проблемах. Последние недели полторы интернет просто пылает. Русские мужчины негодуют из-за того, что женщины, наши женщины, ездят туда, где тусуются иностранцы и трахаются с чужими футбольными фанатами. Про это пишут в Твиттере, националисты записывают подкасты. В газете «Московский комсомолец» вышла статья под названием «Время шлюх». Шлюхи забили все щели, что те дохлые тараканы, привыкшие потреблять, жрать и гадить, не думая ни о чем, кроме своих потребностей. Советская школа журналистики. Главная претензия всех этих людей – русские девушки трахаются с иностранцами. И мне кажется, это не полная версия текста. Полная версия – русские девушки трахаются с иностранцами, а не со мной. Это тупо зависть и ревность, что ты такой красивый, все эти 32 года сидишь на территории Российской Федерации, а девушки взяли и пошли отдаваться египтянам. То есть, по сути, ты просто уступил иностранным аналогам в конкурентной борьбе. Мне это напоминает ситуацию с Министерством культуры, которое отодвигало премьеры голливудских фильмов, чтобы на наши фильмы хоть кто-то ходил. Кстати, после того, что Мединский сделал со смертью Сталина и пытался сделать с Паддингтоном, я надеюсь, что его жена каждый день ездит на Никольскую. И мне очень хочется верить, что она перенесла все премьеры Владимира Мединского на август. Еще меня очень смущает формулировка «наши женщины». Вот прям «наши», да? То есть, если поднять юбку русской девушки, конечно, это сделает иностранница, а не русский парень, то там будет клеймо, типа «это наша девушка, пожалуйста, не угоняйте ее в свое стадо». Это только моя догадка, но если ты пишешь в интернете «наши женщины», скорее всего, у тебя нет никакой женщины. Потому что главная функция женщины – не давать тебе сидеть в интернете. Нет никаких «наших» женщин, потому что, в принципе, нет нас. Мы не знаем соседей по лестничной клетке, мы не смотрим людям в глаза, мы не согласны по большинству вопросов. Фатники и либералы, айфон и андроид, Сорокин и Пелевин – нет никакой общности. И если ее надо восстанавливать, то это точно не должны начинать делать бухие женщины с Никольской. Самая лучшая иллюстрация того, что за чужим сексом следят только очень странные люди – это комментарии в интернете. На сайте sports.ru был вот такой комментарий. Санкт-Петербург, фан-зона. К русской девушке подходит знакомиться бразилец. С момента знакомства до момента засасывания прошло 8 минут. Восемь минут! Да, возможно, у девушки не все благополучно с самооценкой и моральными устоями. Но если ты стоишь на улице и засекаешь, через какое время засосутся незнакомые люди, то, возможно, у тебя тоже какие-то проблемы. Для нормального человека естественное состояние – это когда на окружающих насрать. И нормальные люди не смотрят на целующиеся парочки, потому что это в принципе противно. Независимо от национальности. У нас все как-то наоборот. У нас людям насрать, если человеку стало плохо, и он упал на улице. Или женщина с ребенком стоит в метро, когда все остальные сидят. Но если кто-то трахается, то внутри просыпается инквизитор. Мы так гордились, что мы не похожи на своих родителей, которые воспитаны в советских нормах, что не заметили, как выросло точно такое же поколение мудаков, которые лезут в чужие постели и пишут доносы. Которые создают все эти паблики, типа «Курицы Курска» про девушек, которые решили трахаться сколько захотят. Другой клевый аргумент – «Мне обидно, что нашу страну считают страной шлюх». Вот правда, прям обидно? То есть ты спишь и посреди ночи встаешь, идешь на кухню, наливаешь себе воды и такой «Сука, канадцы считают нас шлюхами». Это все комплексы. Ты не уверен, что вывезешь против иностранцев, поэтому заранее бомбишь. Но тут важны две вещи. Если ты весь такой высокоморальный и правильный, то все равно бы у тебя не сложились отношения с этими общительными дамами. Если ты относишься к жизни проще, то иди в спортивный магазин, покупай футболку какой-нибудь сборной и иди на Никольскую. Если ты темненький, то ты бразилец. Если ты светлый и рыжий, то тоже нормально, Англия еще не вылетела. Дальше от тебя требуется только говорить на каком-то непонятном для девушек языке. И как показывает опыт поехавшего деда из метро, это несложно. Главное – ритм. Спасибо, что посмотрели. Если вы не знали, то объединение русского народа начнется с этого канала. Просто нажмите на кнопку подписаться и ждите, пока это сделают остальные 140 миллионов человек. Если вы не согласны с тем, что я тут наговорил, напишите об этом в комментарии. Если согласны, то напишите самый классный пикап-лайн на иностранном языке, чтобы ребятам было легче.